Будем сейчас разговаривать про бег. Какие основные ошибки совершают и дадим какие-нибудь, может быть, базовые рекомендации вместе с Ильей. Илья Антошин, спортсмен, любитель в нашей студии и можно еще вот в руках у меня уже медаль, потому что Илья, когда сегодня получает, вчера пробежал, вчера пробежал еще один раз 21 километр. Это, получается, половинка марафона. И это уже на счету Ильи 72-й полумарафон. Скоро соточку уже. Есть такая цель, да? В течение двух лет планирую. Планирую, прекрасно. Илья, давайте начнем, прежде чем давать какие-то рекомендации нашим зрителям. Расскажите, а вы сами у кого и как учились правильно бегать? Ну, у нас в школе тренер был, в школе бега. После этого я уже сам посмотрел, отучился сам на тренера. То есть все-таки обращались к профессионалам? Да, я думал, просто на физкультуре в школе. Обязательно надо обратиться к человеку, который разбирается в этом, чтобы он поставил технику бега. И уже в дальнейшем можно уже самому совершенствовать ее. Ну, вот сейчас лето. Погода плюс-минус там хорошая, тепло. И в целом располагает к бегу. Тем более у нас в Красноярске довольно много приятных, красивых мест, где прям можно этим заниматься. И вот люди выходят без какой-то базы, без подготовки и могут наломать дров, да? Могут совершить ошибки. Какие основные сложности? Да, ошибок очень много в этом виде спорта. Некоторые смотрят по телевизору или есть какие-то кумиры у них в жизни, да? Там, к примеру, или кипчоги, который выбежал из двух часов в марафон. И смотрят на эту технику бега и поставятся подстроиться. Вообще, каждая техника бега у нас индивидуальная, у каждого человека. То есть, но есть все равно азы. Азы – это когда у нас голова не заваривается. Голова у нас достаточно тяжелая. Отбородочек на всю я. Да, отбородок не закидываем. И вперед также нет. То есть у нас проходит кровоток, да? Часто видно на видео, когда я бегу, у меня прям четко идет голова ровная, плечи расслаблены. Если мы плечи начинаем подтягивать, то есть мы мешаем легким у нас. Мы же дышим не легким, диафрагмой сжимаем, да? И у нас получается одышка. Также начинающие бегуны делают… Есть такое понятие «каденс», то есть чистота шагов. Чем чаще чистота шагов, тем у нас меньше пульс, и тем лучше мы бежим. То есть надо чаще. Не стараться вот это лететь, да? Да, мы же не… Некоторые… Я смотрю на человека, да, я его спрашиваю, а ты пытаешься тройный прыжок выполнить или пробежаться, он говорит, ну, и после этого, ну, поправлю его, смотрю, там уже через 2-3 дня где-то вижу, он уже пытается… То есть и семенить не надо, но и слишком далеко там выпрыгивать, да? Не, ну, тут как первое, семенить, наоборот, надо семенить. Семенить, да? Такая рекомендация. Да. Бег у нас, он как начинается? Мы начинаем бежать, мы можем на месте. Я вот преподавал в одном проекте добровольно, говорю, как худеть со мной, что-то такое было. И там девушки начинали, говорят, я на месте бежать не могу. То есть первый бег у нас начинается на месте. То есть если взять на человека и обезьяну, например, да, у них же на ногах и на руках одинаково, у нас палец идет специально, большой палец идет для того, чтобы мы могли отталкиваться. И то есть вот оно, мы как делаем? На месте ось, ось всегда прямая, ось у нас, да, ровно стоим и не заваливаем. Мы начинаем бежать на месте, корпус тела чуть вперед. Да. Подаем, чем больше подаем корпус тела, тем быстрее будем бежать. И поэтому с этого начинается, чуть-чуть отклонились, пробежали раз, назад. И так вот можно прям пробовать. На месте бег практикуется. На самом деле очень много мы бежим, мы бежим не мышцами. Мышцами мы можем бежать около, там, 5-7 минут, 8, у каждого по-разному индивидуально. Мы бежим сердцем, то есть сердце наше. У обычного человека прокачивает за минуту, ну, у обычного человека это 6, а, 5 литров крови, да, а в среднем за минуту прокачивает при обычном пульсе это 6 литров. Да. Если мы начинаем пульс, например, это 70-80, если мы больше делаем до 120, то у нас в 2 раза. То есть это уже получается 12 литров. А если взять сердце спортсмена, которое натренированное, то оно уже прокачивает 32 литра крови. Ну, это если прям разобраться хорошо, там, если кому интересно, мне могут написать, я обязательно расскажу это. То есть это что значит? О том, что нужно... Ну, нужно бежать на легком пульсе, 120, да, и никогда не увеличить его. Большая ошибка, что люди начинают гнаться, там, за каким-то людьми. Ну, вот мы сейчас говорим про тренировку, да, про бег, а что касаемо забегов, да, когда нужно добежать до финиша, ну, если не первым, то в числе каких-то счастливчиков, да. Здесь ты уже подключаешь функцию профи, да? Ну да, это тоже большая ошибка. Люди, не зная, например, своей подготовки, начинают бежать быстро, начинают за кем-то гнаться. И это очень, может быть, печально закончится, поэтому можно травмировать себя, можно суставы травмировать неподготовленные, которые также можно травмировать сердце. То есть, если ты натренировал свое сердце до 32 литров, значит, то можешь ставить рекорды, правда же? Все остальное – это любительский бег для поддержки настроения и здоровья. Да, да, да. Вечером в парке вышли легкое, надо так бежать. Почему вечером, а не с утра? Ну, на самом деле, очень правильный вопрос, да. Можно, есть люди, которые могут утром бегать, а есть люди, которые могут только вечером. Ну, из-за работы, да, из-за своих дел. Ну, тут даже физиологические есть такие, как бы такое, это… И поэтому, когда вам… Ну, некоторые, конечно же, после работы, да, некоторые работают там с 10, им нужно утром. Но надо всегда попробовать и посмотреть уже. Да, надо найти свое время. Часто очень вижу, когда, значит, ребята, девчата бегают, все время думаю вот о чем. Ведь температура окружающего воздуха разная, да, вот, допустим, возьмем сегодня, там, утром плюс 12 градусов, да, но они в достаточно легкой одежде бегают. Ну, легкая – это какая? Какая-то облегающая футболка? И ветровка. Как здесь происходит теплообмен, да, и как в процессе этой тренировки, ну, не заболеть, да, воспаление легких там и все, что угодно. Ну, да, тогда, когда мы бежим, у нас тело начинает нагреваться, да, и в связи с этим оно выводит какие-то там, снабжается кислородом у нас, да, и также выводит из организма углекислый газ, и то, что клетка переработала, да, например, так же. Ну, это уже углубляться, поэтому надо одеваться так, чтобы, когда вы бежите, теплорегуляция, как мы говорили, да, была постоянная. То есть не надо одеваться плотно, не надо плотной футболки, должна дышащая одежда вводить под отделение, и тогда будет вам комфортно, вы пробежите, ну, конечно же, надо сразу же заканчивать пробежку, делать легкую заминку обязательно сюда, и уже заходить домой, и если даже прохладно, не находиться на улице долгое время, потому что можно заболеть. Ну, то есть все-таки, еще раз про одежду, то есть легче, чем бы мы не на пробежке, ну, то есть выходя из дома просто там на работу отправлять, мы теплее одеваемся, а на пробежку чуть полегче, чтобы было все-таки ты бежишь, и ты нагреваешься. Да, мы плотные вещи одеваем, да, к примеру, когда ходим, да, а когда бежим, надо, чтобы они как бы вентилировались хорошо, легкая куртка есть, такие мембранные, и спокойно уже можно выходить на пробежку в такую погоду, которая намного холоднее. А я хотел еще сменить тему на колени и постановку стопы. Есть же удар, да, когда мы бежим, и часто, насколько я там слышу, да, из-за общения там с друзьями, что начинают болеть там колени, да, от бега. Да, смотрите, некоторые люди, когда начинают бегать, ну, это некоторые, это очень часто. Они начинают, да, увидели, и все, им надо первую тренировку пробежать там 3 километра, вторую 10, а третью уже и на полу-мунафон заявиться. Поэтому у нас же организм устроен так, что у нас должны мышцы, связка, все это привыкнуть, да. То есть если мы начинаем сразу же бежать длинные дистанции, понятно, что у нас от неправильной постановки техники бега у нас начинают, то есть мышцы уже не держат, а начинают, переходит все на связки суставы. И если мы неправильно начинаем бежать, связка сустава начинает нагружаться, также у нас проблемы над костями, колено бегуна, это очень много. Поэтому бег, он вроде бы как бы и легкий, да, на самом деле, но надо подходить к нему с правильной стороны, и тогда будет прям в удовольствие. И если у вас нет пульсометра, да, например, когда мы бежим, надо обязательно бежать так и разговаривать, то есть... Чтобы не задыхаясь, можно разговаривать, да, да, да. Ну и когда технику бега мы уже поставили, тогда у нас и не будет таких проблем. То есть первая пробежка должна начинаться всегда минут, наверное, 25-15. А если вообще вы бежите, и пульс повышается, да, то вообще можно просто ходить быстрым шагом. А дальше уже, когда уже более-менее там 3-4 тренировки уже можно пробежались, чувствуете, маленько задыхаетесь, это уже для самых таких прям начинающих, то быстрым шагом прошли, восстановили пульс, чуть-чуть опять. И когда бежите, вы должны прямо постоянно понимать, что вы можете поговорить спокойно, без одышки, и тогда вы не навредите себе. Финальный вопрос, что касаемо прямой, и когда мы бежим, например, в небольшую или крутую горку, как выбрать трассу? Лучше, всегда, конечно, для начинания лучше выбирать грунт, по грунту, да. И когда мы бежим в гору, да, у нас тоже так по технике бега, мы руки маленько сгибаем, чем с горы бежим, более разогнутые, тут согнутые. И частота шагов чаще идет в гору, а с горы, ну, чуть-чуть пошире, да. В общем, вопросы еще остались, мы, Илья, обязательно вас пригласим, там, в свободное от бега время. Да, Илья пробежит уже, может быть, 75-й, 6-й, 8-й. А чего бы нет, да. Запоминайте имя Илья, запоминайте фамилию Антошин, спортсмен-любитель. Был у нас сегодня в гостях, продолжим программу.